Друзья, всем привет! С вами Сновайз. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора это новейший планшет от компании Realme. Realme Pad X. В начале года компания Realme уже выпустила один планшет, довольно бюджетный, он так и назывался Realme Pad. Планшет был построен на базе MTK G80, обладал экраном 10,4 дюйма, но и в принципе был довольно неплохим планшетом за свои деньги. Продавался он примерно за 180-190 долларов. О данной же модели очень долгое время ходили различные слухи. Как только появилась информация о том, что скоро выходит Realme Pad X, уже начались предположения, что это будет какое-то суперигровое устройство. Ну, потому что присутствует буковка X, якобы экстремальный планшет. Ему приписывали 870 Snapdragon, кто-то даже говорил, что там будет у нас Snapdragon 8 Gen 1, но вышел Realme Pad X и мы получили то, что получили. Нельзя сказать, что начинка здесь откровенно слабая, но тем не менее это отнюдь не Snapdragon 870. Здесь у нас довольно скромный по нынешним временам, хотя и относительно современный Snapdragon 695. Данный планшет в версии 5G, собственно говоря, и поддерживает эту самую связь 5G. У меня версия обыкновенная, Wi-Fi. Она продается исключительно в Китае, глобальной версии нету и до сих пор непонятно, появится ли она вообще. Покупать версию 5G смысла никакого нету, потому что разница с версией Wi-Fi, ну, практически в 100 долларов. И переплачивать такие космические деньги просто за поддержку сим-карты, мне кажется, глупо. Учитывая, что у всех есть сотовые телефоны и раздать интернет на любое устройство, это буквально 5-секундное дело. Что же мы получаем за эти, условно говоря, 300 долларов, за которые на текущий момент продается планшет? Мы получаем экран 11 дюймов, ну, если быть точным, 10,95, с поддержкой у нас HDR. И здесь шикарный звук с поддержкой Dolby Audio 4 динамика. Здесь у нас, как уже сказал, 695 Snapdragon, версии бывают 2,4,64 и 6,128. У меня как раз-таки версия максимальная, 6,128. Ну и, собственно говоря, планшет получился относительно тонким, изящным и не слишком тяжелым для версии с 11 дюймами. В толщину он порядка 7 миллиметров, ну, а весит в районе 500 грамм. Традиционной распаковки как таковой не будет, потому что планшетом я уже пользуюсь довольно активно. И как раз-таки сегодня покажу вам сейчас его внешне, что у нас находится в коробочке. Ну, а дальше уже поговорим о том, что вообще из себя представляет этот планшет, ну, и насколько он имеет смысл за те деньги, за которые предлагается. Вот он такой вот в толщину у нас, 7,1 миллиметра. Смотрится, надо сказать, довольно добротно. Понятное дело, что материалы корпуса здесь, ну, скажем так, не дешевые, конечно, но и недорогие. И здесь у нас не стекло, не металл, это все пластик, но, тем не менее, тыльная сторона приятная матовая. У меня планшет в черном цвете. Здесь у нас находится блок камеры. Камера одна на 13 мегапикселей. Ну, а фронтальная камера у нас находится по центру экрана. Она на 8 мегапикселей. Ну, если пробежаться по портам и кнопочкам, то с одной из сторон у нас находится кнопка включения. Также здесь у нас два динамика и микрофон. Сверху качелька регулировки громкости. Также здесь у нас находится дополнительный микрофон. С другой стороны находятся два отверстия под динамики и Type-C для зарядки и синхронизации. Ну, а снизу имеется лоточек. Ну, и в зависимости от того, какая у вас версия, это может быть лоток под SD-карту, что приятно. Она поддерживается, в отличие, допустим, от того же Xiaomi Mi Pad. Ну, и если вы счастливчик, у вас версия с поддержкой 5G, то здесь еще будет место под вашу сим-карту. Ну, и экран. Экран 10,95 дюйма в большой. Рамки здесь нельзя сказать, что очень тонкие, довольно большие, приличные рамки. Но и планшет, по сути, получился таким среднебюджетным, а не игровым, дорогим, каким его изначально считали. Также в коробке у нас имеется зарядное устройство на 33 Вт, версия китайская, естественно, вилочка тоже. Поэтому обязательно приобретайте вот такие переходнички для того, чтобы заряжать ваш планшет. Батарея здесь на 8340 мА и вот этим комплектным блоком 33 Вт планшет заряжается за 2,5 часа. Что, как мне кажется, для такой довольно существенной и большой батареи довольно неплохо. Понятное дело, здесь также у нас имеется кабель Type-C для зарядки и синхронизации. Ну и, конечно же, скрепочка для того, чтобы открыть сим-лоточек, ну, либо же лоток для SD-карты, как у меня, например, в моей версии. Вот, собственно говоря. Ну и здесь имеется заглушка, где может стоять как раз-таки сим-карта, если у вас будет версия с поддержкой сим-карт. Ну и тем, кто будет покупать, настоятельно советую и рекомендую сразу же не поскупиться, брать версию вместе с оригинальным чехлом. Он довольно хорошего качества, очень приятный на ощупь, приятные материалы. И здесь даже есть место вот под фирменную ручку. Ее можно купить, фирменное перо, так же, как и фирменную клавиатуру. Но стоят они довольно прилично, порядка 6-7 тысяч рублей, что ручка, что клавиатура. Поэтому здесь уже смотрите сами. Ну и понятное дело, что так как версии глобальной нету, в России, скорее всего, этот планшет появится только, ну, каким-то окольными путями. То ни пленок, ни стекол, ни чехлов сейчас вы не найдете. Поэтому, повторюсь, заказывая планшет, берите сразу полное обмундирование. Ну и давайте теперь поговорим о начинке и о тестах, собственно говоря. Ну и порассуждаем, насколько данный планшет оказался удачным. Ну что ж, друзья. Экран здесь довольно сочный, довольно яркий. Запас по яркости здесь имеется. На максимальной яркости в помещении уже, в принципе, не комфортно становится. Цветопередача неплохая. Автояркость работает нормально. Никаких вопросов нету. Ну, сейчас автояркость отключим. Я использую планшет примерно на 45-50% яркости. Ну, а вечером убавляю, потому что действительно светит очень ярко. В отличие от конкурентов, от того же Xiaomi и Lenovo, допустим, P11 Pro, здесь экран традиционный 60 Гц. Ни 120, ни 90 Гц, как у P11 Pro 2021 года, здесь нам не завезли. Но большой и жирный плюс, несмотря на то, что версия исключительно китайская, продается в Китае, и глобальной версии на текущий момент нет. Прошивка здесь полностью русифицирована, полностью переведена. Здесь у нас, естественно, Realme UI. Причем это Realme UI третьей версии, которая специально создана для планшетов. Она так и называется Realme UI Pad Version для планшета. И, по большому счету, каких-то отличий от обычной Realme UI здесь нету, но только что разве вот такой вот двухоконный, можно сказать, режим присутствует в настройках, ну и какие-то дополнительные фишки, которые как раз-таки используются в планшетной версии. К сожалению, повторюсь, нету здесь у нас 90 либо 120 Гц. И, конечно, тем из вас, кто привык уже к высокой плавности, немножко будет сложновато и придется привыкать заново. Тем не менее, планшет работает довольно шустро, каких-то нареканий по скорости работы нету, и каких-то лагов и фризов абсолютно не ощущается. У меня версия 6, 128 и 6 гигов за глаза хватает для Realme UI. Оболочка очень оптимизирована, в отличие от той же MIUI. Ну и что касается настроек. Здесь имеется также раздел персонализации, так же, как и в вашем телефоне Realme. Имеется возможность настроить обои, различные варианты значков выбрать. То есть, все то же самое, как и в телефоне. Можно менять размер значков, можно менять немножко, скажем так, форму значков. Можно менять цветовые решения. Вот таким вот образом можно менять в меню уведомлений. Также выбрать кружочки, квадраты, ромбики. Вот такие вот. То есть, в принципе, если вы привыкли к кастомизации ваших устройств Realme, то здесь все то же самое. И с планшетом вы сможете сделать. Имеется также лаборатория Realme, в которую попадают различные фишечки и новые функции, которые еще пока не встроены в прошивку. Ну, вот здесь на текущий момент есть двойной режим аудио. То есть, можно одновременно слушать и с проводными наушниками, и с Bluetooth. Но проводными имеется в виду, к сожалению, не 3,5 мм, ибо его вы здесь нигде не найдете. Вам придется использовать переходник с USB Type-C на 3,5 мм. Благо, у меня таких переходников было довольно-таки много, потому что имеются планшеты Lenovo Pad Pro, Xiaomi Mi Pad, и я уже, собственно говоря, привык использовать такие переходнички. Но вот, тем не менее, к сожалению, такая вот тенденция нынче, что во всех новых устройствах нас лишают этого 3,5 мм разъема, который, как мне кажется, очень и очень полезен. По коммуникациям полный порядок. Двухдиапазонный модуль Wi-Fi присутствует, Bluetooth версии 5 и 3 присутствует, скорости доступа очень высокие, никаких нареканий нет. Понятное дело, что из коробки здесь у нас нету Google сервисов. Вообще, это версия китайская, и кое-где, несмотря на то, что прошивка русифицированная, я выбрал русский язык, кое-где все равно нас догоняют и встречают вот такие вот иероглифы. И есть, да, приложения вот такие вот типа Bilibili, Weibo и так далее. Но благо все это удаляется без всяких проблем. Ну и Google Play ставится без вопросов, без всяких проблем. Просто скачивается АПКшка, устанавливается. Ну а дальше сверху устанавливаете уже Chrome, различные другие приложения и так далее. И все. Здесь танцев с бубнами никаких применять не надо. Что касается голых цифр производительности. 695-й Snapdragon набирает в среднем в районе 400 тысяч попугайчиков. Делал несколько прогонов, и вот минимальная цифра, которую я получил, была 389 с небольшим. Ну а максимальная, которую я увидел, была в районе 401 тысячи. Все зависит от того, в какой момент вы запускаете, скажем так, насколько тепло или нет в комнате. Запускали ли вы какие-нибудь приложения или игры до этого. Но вот в районе 400 тысяч попугайчиков вы получите в любом случае. Что это говорит нам, скажем так, в реальной жизни? Ну это говорит нам о том, что практически все игрушки, которые есть на текущий момент времени, здесь запускаются и идут без всяких проблем. Вопрос в том, какая из них пойдет на высоких настройках графики, какая на максимальных, какая на средних. Но могу сказать так, что популярные PUBG, популярные Call of Duty, Asphalt, Stand-Off идут здесь не чихая на высоких настройках, показывая стабильный FPS, показывая стабильную абсолютно игру, не тротля, не замедляясь, без подлагов, без фризов. Вы можете очень длительное время играть. Причем в такие игрушки планшет позволяет играть довольно долго. Тот же PUBG или Call of Duty запросто вы сможете играть на средней яркости примерно 6,5 часов. Что очень и очень много. Ну а игрушки а-ля Genshin Impact идут здесь в принципе и на высоких настройках тоже, но время от времени наблюдаются подлаги и фризы. Поэтому, чтобы комфортно играть, устанавливайте средние настройки графики и получите свои 40-45 FPS стабильно в любой момент, даже когда на экране будут происходить какие-то масштабные баталии. При этом планшет не сильно греется, но в этот момент жор, конечно, достаточно сильный. В Genshin примерно за час игры улетает в районе 23-24%. Geekbench показывает довольно неплохие цифры. 700 баллов на одно ядро и чуть больше 2000 на все 8. В общем, довольно неплохой процессор для устройств среднего сегмента. Ну и действительно понравилось то, что процессор практически не тротлит. Абсолютно зеленый график. Максимально мы получили 185 гипс, минимально 171. Буквально несколько было минимальных просадок до 95%, но абсолютно не ощущается нагрев планшета. Вы можете долгое время держать его в руках, долгое время играться и никаких вопросов не будет. Немножко расстроила скорость доступа к внутреннему накопителю, несмотря на то, что здесь UFS 2.1, но, тем не менее, скорость записи была порядка 200 мегабайт, а скорость чтения 500. Это один из самых низких результатов, которые я видел в UFS накопителях. Несколько раз перезапускал тест и вот все равно получал плюс-минус такие цифры. В общем, несмотря на то, что это UFS-ка, не самая скоростная она оказалась. Модуль Wi-Fi, как уже сказал, двухдиапазонный. 300 мегабит выдает мне провайдер и никаких вопросов. Здесь получаем примерно 300 мегабит, что на скачку, что на загрузку. Что касается времени работы. Здесь планшет действительно порадовал. 8340 мА, здесь батарея. И если мы смотрим YouTube на средней яркости, вот примерно на такой, то вам будет хватать планшета примерно на 14 часов работы. Если вы используете планшет как прикроватное устройство, время от времени что-то смотрите, читаете новости, браузите интернет, пару видосов и так далее, то заряжать планшет вы будете где-то раз в 4 дня. Это очень классно. Ну и, конечно же, в планшете, помимо экрана и помимо батареи должны быть отличные динамики. Здесь их 4 штуки и звучат они мало того, что громко, еще и очень качественно. Качество звука здесь приятно радует. Очень насыщенный, очень громкий звук и даже на максимальной громкости ничего не хрипит и не дребезжит. Так что фильмы смотреть здесь одно удовольствие. Да и даже музыку послушать вы сможете без проблем. Ну и, естественно, камеры. Камеры здесь присутствуют. 13 мегапикселей основная, 8 мегапикселей фронтальная, но, честно говоря, нельзя сказать, что они прям-таки поражают воображение. Каждый раз, тестируя планшеты, каждый раз записывая обзоры на планшеты, я говорю о том, что камеры в планшетах это, по сути, некая такая второстепенная функция. Никто всерьез не будет ходить с большим планшетом и что-то фотографировать или снимать видеоролики. Ну а тех возможностей, которые здесь имеются для фото и видео, вполне себе хватает планшету, чтобы сделать какую-то короткую зарисовку или, допустим, сфотографировать быстро текст. Потому что, скорее всего, планшет всерьез в качестве фото и видео решений никто не будет использовать. В общем, давайте посмотрим на примеры фото и видео, и вы все сами для себя решите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видеосъемка ведется только в формате 1080p либо 720p при желании, 30 кадров в секунду. Естественно, никакой электронной стабилизации нет. Ну, это планшет. И требовать от него качество видеозаписи смартфона, мне кажется, крайне глупо. Ну, приятно уже одно то, что данный планшет умеет снимать видео. И, в принципе, вы знаете, у него довольно неплохая камера для планшета. По крайней мере, что касается фото. Ну, вот с видеозаписью здесь, конечно, похуже. И я вижу, насколько сложно планшету у нас фокусироваться и обрабатывать изображение довольно сложно. Ну, и на фронтальную камеру. Вот такая вот у нас ведется запись. 1080p 30 кадров в секунду. Нет электронной стабилизации. И камера, я смотрю, с трудом справляется с освещением. Оно здесь довольно тяжелое. Как уже сказал, нахожусь в парковой зоне. С одной стороны светит солнце, с другой стороны тень. И очень-очень тяжело подобные условия отдаются вот таким недорогим модулям. Но, опять-таки повторюсь, это планшет. И он не обязан снимать, как хороший какой-то смартфон. По большому счету, здесь камера нужна для галочки, ну, и для каких-то видеоконференций, для скайпа, для какого-то общения в мессенджерах. И не более того. Вот такой вот Realme Pad X. И вот здесь вот теперь в конце один большой вопрос. А вообще, насколько данный планшет интересен? Продается он сейчас примерно за 300 долларов. Не знаю, уменьшится ли цена со временем или нет. Появится ли глобальная версия или нет. Но если она и появится, то дешевле он стоить не будет. На текущий момент времени на начало августа это примерно 21-22 тысячи рублей в пересчете на том же AliExpress. Кто успел купить его по хорошему курсу, это было примерно 17,5-18 тысяч рублей. Но за те же самые деньги в то же самое время вы могли купить тот же Xiaomi Mi Pad на 860 Snapdragon и экраном 120 Гц. Либо же за 18 тысяч рублей Lenovo Pad P11 Pro с OLED-экраном, 870 Snapdragon. В общем, более навороченные и крутые устройства, обзоры на которые будут по ссылочке в описании и в подсказках. И здесь как раз-таки огромный вопрос. Насколько этот планшет может конкурировать с Mi Pad или с P11 Pro? Я, если честно, не знаю. Мне планшет понравился. Но если бы я выбирал планшет прямо здесь и сейчас для себя, то из этой троицы скорее все-таки выбрал бы Lenovo P11 Pro. Но, тем не менее, планшет имеет право на жизнь. И я уверен, что найдутся фанаты, фанаты Realme и фанаты этого планшета, которые найдут в нем куча многоположительных сторон и куча позитива. Я думаю, что, в принципе, своих денег он стоит. Но конкуренция довольно велика. На сим-обзор буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться. С вами был Айс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok